Петроград Ну что? Петроградка это не ваш родной район, правильно? Нет, я вообще родилась на Урале, последние 17 лет, ну полжизни, я живу в Петербурге, и Петроградка это мой любимый район, сейчас у меня здесь комната Почему? Во-первых, это, конечно, все равно считается центр, но в отличие от центра, она тихая, она не так, как она застраивалась первой исторически, то есть здесь улицы идут не под прямыми углами, здесь совершенно такая неожиданная для Петербурга география улиц, когда ты выходишь, думаешь, что ты выходишь, сейчас видишь их спортивные, выходишь вообще в другое место, И это такие обманки, которые мне очень нравятся А ты переехала сюда, потому что поступила учиться, или это было раньше? Ну да, потому что поступила учиться, я собиралась жить в Питере с 8 класса, когда я первый раз здесь побывала, но мама сказала, что только в 18, мол, когда станешь взрослой, тогда и уезжай Я уехала, я вообще не собиралась поступать на режиссуру никогда, и кино я не любила, так просто слышала случайно Так, что произошло? Я училась на журналистике И сюда... Здесь или на Урале? На Урале у себя два года, сюда я переехала поступать тоже на журналистику, но в большой университет я не... Почему не в Москву? Да кому нужна Москва, если есть Петербург? И я переехала... Ну, то есть у меня 17 исполнится, и я приехала поступать, поступила только на тележурналистику в кино и телевидении И когда проучилась, ну то есть пока училась, поняла, что то, что я хочу делать, это документальное кино, поэтому я пошла и заново поступила на документалистику Это было мое, собственно, первое взвешенное взрослое решение, потому что все остальное было так Почему оно документальное именно? Не игровое, не анимации? Мне не нравится игровое кино... Точнее, не то, что мне не нравится игровое кино, мне не интересно его делать Мне не интересно создавать мир с нуля, мне интересно брать мир, готовый преобразовывать его так, как мне нравится Точнее даже не преобразовывать, а просто показывать его таким, каким я его вижу То есть на игровое, никаких-то планов снять игровой фильм у тебя... Вообще нет Вообще нет Я не собиралась, нет, у меня было одно прекрасное предложение от Дениса Осокина Снять фильм по его сценарию, это было единственное... Это крутое предложение Да, только вот с ним бы я согласилась это снимать, но там у нас не вышло в силу ряда причин Возможно, еще когда-нибудь мы вернемся к этому с ним, к этому разговору, пока мы просто нежно дружим По поводу вуза хотела спросить Если бы ты сейчас поступала, ты бы туда поступала или куда-то в другое место? Тут такая странная штука, я бы наверное поступала к Разбежкину Ага, при том, что я не очень люблю эту школу Почему? Меня же все распнут Ну я считаю, что это секта Да ладно Ну да А почему? Ну, когда-нибудь общались с большим количеством Разбежкинцев вместе? Нет В отдельности, это прекрасные люди Но когда они собираются вместе, это начинает напоминать секту с Мариной Александровной Баглаве, при том, что она тоже чудесная женщина, мне она очень нравится. Вообще, мне всё это нравится, но вот почему-то слишком много... А что такое секта? Отсутствие какого-то критического отношения к своим произведениям? Мне кажется, она вполне критична. Она, да, а они? Ага, то есть я говорю про, скорее, выпускников. Понятно. Тогда почему бы ты туда поступала? Она... Ну, это возможность... Скажем так, наверное, то, к чему я пришла сама с возрастом. Она даёт уже готовым секундочку, мы переместимся от дороги. Так. Почему? Ну, потому что, правда, то, к чему я пришла, методом проб и ошибок, она даёт учатых и так. То есть я бы просто сэкономила время. И, правда, я не считаю, что нужно учиться на режиссуре пять лет. Пять лет — это очень много, это очень много и бессмысленно. Бессмысленно и беспощадно. Ну, пошла бы, например, в польскую киношколу куда-нибудь или, не знаю, в Амстердаме есть, например, вот на Итфе. У тебя же был фильм твой на Итфе. Не было. Не было? Так, стоп. А почему тогда «Помирание» отмечен как фильм бывший на Итфе? Да, да, да. Ну, это была студенческая работа. Ну, это был студенческий конкурс. Не засчитываю, да. Да ладно. Мне кажется, это очень круто, да, жесть студенческая работа. Ну, короче, Разбешкина. Да. Но ты бы не стала просто членом сектора. Если бы я пошла туда юной, возможно, я бы стала, конечно, как все адепты, свежеобращенные, я бы наверняка точно так же была в восторге. Угу. Но все равно пошла бы. Да более того, я к ней поступала. Я просто не поступила. То есть она тебя не взяла? Да. У меня было уже высшее образование к этому времени. Режиссерская. Да, режиссерская. И из-за этого не взяла? Ну, это был основной критерием, да, и я не могла учиться на платном. То есть у меня был только введенческий вариант. Понятно. По поводу помирания. Это ведь твой дипломный, да, фильм? Нет, это моя студенческая работа. А вот это деревня, да? И коронический комбинат. Майоликовый, да, производственный. А каким образом вообще ты нашла эту тему? И как ты решала, как ее снимать? То есть там можно же было по-разному снять. Можно было найти героев, записать с ними там условно интервью. Или просто за ним наблюдать, когда разбежкинские студенты делают, да? Но у тебя там очень крутое решение. Ты его как-то придумала. Ну, да, придумала. Да, я не то, чтобы прям специально что-то придумывала заранее. То есть это родилось после съемок? Нет. Скажем так, тему я нашла, когда я ездила. Я, собственно, сделала одну единственную передачу на телевидении на канале Культура. И мы снимали под Питером в поселке Любань. И вот там, недалеко от Любань, есть помирание. Когда я туда попала, я, конечно же... Ну, то есть для передачи все было нормально. Мы посадили прекрасную тетеньку. Тетенька нам мрачно отвечала на какие-то... Я не ожидала, что здесь что-то будут сегодня чинить. Тетенька отвечала на какие-то вопросы на интервью. В общем, совершенно проходная история. Но я просто вернулась туда потом с моей Маринкой, да. Что-то моя Маринка? Моя Маринка — это мой оператор. Моя оператор. Ага. Ну, я тоже студентка. Да, она тогда училась. Сейчас, давайте, как малышу, не идем. Я сейчас так плохо. Сознегательство какое. Ну, вообще, обычно здесь как раз тихо и чудесно. Я вчера бурялась с собакой и думала, что непременно надо будет пройти здесь. Здесь всегда так тихо, так хорошо. Но нет, не сегодня. Это документальное кино. Планируешь одно, а получается другое. Правда же? Да. Так, нет. Сморян. А... Так, о чем мы говорили? Про решение. Про решение, да. Ну... Мне-то кажется, что оно очень очевидное. Ну, оно простое, но очень уместное там, мне кажется. И все-таки как-то до него надо было дойти. Да... Это было так давно, я уже не помню. Я просто... А монтировала ты сама? Да. Ну, вы видите, вот эти люди, которые... Люди-тени, которые там ходят, это родилось именно на монтаже уже? Нет, я прям... Я собиралась сделать так, ну, пока мы начинали... Когда мы снимали. Поэтому я просила Маринку снимать без людей, чтобы было второе... Ну, можно было делать. То есть это были какие-то последние, видимо, недели работы этого комбината? Да, но мы этого не знали. И они об этом не знали. То есть о том, что он закрылся, нам сообщили вот... Вот так вот внезапно. У нас было еще... То есть почему я не снимала методы наблюдения? Это вообще мой любимый метод. Я очень люблю вот это вот прийти долго, сидеть в углу. Просто, ну, это было давно. Университет бедный, и нам дали камеру на какие-то жалкие... Это пленка ведь? Нет, это не пленка. Это какой-то старый Panasonic, миндивишный. Слушай, можно такой красивый? Камера, конечно, не передаст. Мне прям нравится здесь как-то атмосферно. Но камеры... Эта камера не видит. Ладно, пойдем. И... Ну, в общем, как всегда, просто... Когда у тебя очень мало времени, ты, понимаешь, быстренько как-то выкручиваться ситуацию. Собственно, вот так я и выкручивалась. То есть это прикольное кино получилось, потому что ты выкручивалась. Да, как всегда. А сколько времени вы снимали? Мне кажется, у нас было всего дня четыре съемочных. Ну, еще просто потому, что люди там... Ну, то есть само производство, оно было на самом деле уже загибающимся. Они работали там далеко не каждый день. У них был очень какой-то короткий рабочий день. Там, типа, часов до трех, четырех, по-моему, максимум. И после этого у вас была возможность снимать уже без людей, да? Нет, это все... Ну, их-то мало. А, понятно. Мы успели приехать вот на... Когда они мне позвонили, мы успели приехать на последний день, когда там уже все вывезли практически. Там стояли просто пустые эти залы, и все. А какую задачу ты стояла вот своей Марине, да? Марине. Марине. То есть, ну, вы обсуждали как бы, что в итоге должно получиться? Я, наверное, не ставлю ей вообще какие-то задачи. Ну, редко. Просто обычно мы очень долго говорим про кино. Мы смотрим какие-то референсы. Я присылаю какие-то фотографии. Какие референсы были для этого фильма? Не помнишь уже? Но я, на самом деле, тогда, правда, мало что знала про документальное кино. В принципе, я мало его смотрела. Ну, потому что показывали в Мерси. И, господи, но это было то время, когда не было еще Ютуба практически, когда торрентов не было. Мы скачивали с Мула, я помню. У меня было... У меня было три коробки дисков с записанными фильмами в очень плохом качестве. Потому что я думала, а вдруг больше мне не попадет все. То есть, когда мы их переписывали друг у друга, скачивали по сетке. Ну, поэтому документальное кино тогда вообще вот было, что показали, то и молодец. Потому что потом появился торрент. И да, я там тайком забивала на торрент. И когда я работала, я тогда работала отборщиком на послание к человеку. И я там что-то тайком закачивала. Потому что я понимала, что иначе никто никогда в жизни не увидит. Про послание мы еще поговорим. Давай тогда более свежую работу про собирателей морской травы. Вообще интересно, в первую очередь, тоже, как ты нашла их, этих ребят. Это ведь тоже какой-то водорослевый комбинат или что-то такое, да? На Соловках. Ты туда поехала с какой-то, видимо, другой целью? Или... Ну, изначально, да. Я поехала туда с другой целью. Вообще все темы... Я так недавно поняла, что все мои темы... Я их находила тогда, когда ехала снимать что-нибудь другое совершенно. И на Соловках я поехала снимать тизер про другу, вообще совершенно другую тему. Но не вышло. Не вышло на Соловках до этого жить. Я видела практически все, кроме вот... Надо идти и открыть карту Соловков. Ты видишь, что там где-то на дальнем конце острова есть что-то тоже историческое. Какие-то амбары девятнадцатого века. Это было не самое интересное. Ну, все, как бы, деньги уточены. Я приехала, я вот на Соловках. Идет дождь. Что делать? Говорю ребятам местным. Ну, что там? Что у вас там вот там? Они говорят, да там мужики косят траву. Я думаю, ну, ладно. Ну, че. И иду. И я, конечно, эту историю рассказывала тысячу раз. И я даже не знаю в очередной раз. Но, как бы... Вот когда вы слышите, мужики косят траву. Кто что представляет себе? Наверное, все представляют себе одно. Ну, вот мужики, они идут рядами. И трава так, значит... Свист косы, и трава... Можно я быстренько... Сейчас. Это у нас есть чатик. Помоющий чатик. А так все выкладывают. Все с помои, потому что все что-то спасают и реставрируют. Ну, быстренько выложу. Потому что потом забуду. А зачем? Чтобы кто-то пришел и забрал себе? Да, многие забирают и реставрируют. Тем более, что сейчас это модно. На весь медсанчевый. Что можно найти реально что-то прям ценное? Да, прекрасное. Вот вчера девушка выложила какие-то чудесные стулья, совершенно антикварные, которые она отвезла в реставрационную мастерскую. То есть кто-то выкинул крутые стулья? Да. Бывает. Это Питер. Это Питер, да. Ну, сейчас уже, конечно, гораздо реже, но сейчас выкидывают вот это советское наследие 60-70-х. Ну, как это было, оно получило новый расцвет. Многие его тоже собирают. У меня у самой вот там дома стоит порядка пяти стульев, которые я все надеюсь когда-нибудь реставрировать. Тоже найдены таким образом. Угу. Здорово. Так. Так вот. Вернемся. И соловки. Ну, и я прихожу и вижу там совсем не то, что я ожидала увидеть. И я начала сначала делать фотографии. Потом, ну, где-то довольно быстро я поняла, что это может быть кино, и я снимала видео, пока у меня не сел аккумулятор. То есть ты думала, что они косят обычную траву? Да, оказалось, что... Ну, то есть я приехала и обнаружила мужиков, которые развешивают ламинарию на колючей проволоке. Слушай, это так красиво. Да. Это потрясающе красиво. И ты поняла, то есть, наверное, за счет вот этой вот фактуры, да? Угу. Просто есть какая-то тема, ты смотришь на нее... Или герой сейчас появился? Нет, герой не появился. Просто ты смотришь и понимаешь, что это может быть кино. И если ты не можешь перестать потом про это думать, то значит, это точно будет твое кино. Угу. А герой как появились? Герои появились... Ну, во-первых, два года я искала деньги. Ага. Давай поподробнее как. Да, как все ищут. Я... Есть такая тема, на тот момент называлась Евразия ДОК. Такая сценарная лаборатория в Сибири. Сейчас называется Сибирия ДОК. И... Они там... Сотрудничают с французами, с Люмьяр Дмон. Не знаю, как правильно все произносится. У меня с французским никак, в общем. И... Вот, я приехала на эту лабораторию. Писала сценарий. Потом меня отобрали для участия в питчинге в Ереване. Там я нашла продюсера, женщину из Франции. Ну, так как они не могут без КП, я потом нашла русского продюсера, Влада Китковича. Все его, наверное, не знают. Угу. Ну, собственно, все. Так. Угу. Это, получается, у вас съемки одно лето длились? Или дольше? Да, одно лето. Вы там жили прямо три месяца? Нет, конечно. Точно дорого. У нас было... Я вот, правда, тут тоже поняла, что... По-моему, у нас было три экспедиции. Или две экспедиции. Ну, по-моему, нет. У нас было все-таки три экспедиции, да. И... Поскольку? Где-то... Ну, дней по десять, наверное. Может, чуть-чуть меньше. Ну, там плюс-минус. Потому что у меня в операторах еще дочка. Сейчас у меня две дочки. В общем, дети в операторах. Это страшное дело. И потом мы еще приезжали зимой, дня на четыре. Угу. Был ли какой-то у вас, ну, предварительный сценарий, что снимать? Ну, конечно, да. Был вот этот процесс? То есть, как они косят, потом сушат, потом все сортируют, отправляют куда-то на большую землю. Ну, это была как бы такая... Это была просто сюжетная канва. И сейчас я думаю, что... Я бы, конечно, монтировала все совсем по-другому. Я тогда в тот момент там прогнулась немножко. Немножко прогнулась. Потому что французы, они говорили, что не очень понимают, что происходит. Им хотелось больше вот этого технического процесса. Потому что это же экзотика. А тебе хотелось чего? Мне было это меньше интересно. Мне хотелось больше странных, нелепых ситуаций. Я вообще очень люблю абсурд. А вообще было снято такое, да? Да, конечно. Там как-то... Например, что? Ну, у нас есть отдельный эпизод, который не вошел. Это то, как наш Вене ездит и едет, например, в Архангельск. И спит на вокзале. В общем, вокзал покрашен ярко-зеленым таким... А зачем он туда едет? То есть это как-то связано с фильмом или просто это... Ну, он просто заканчивается сезон. И он едет домой немножко отдохнуть. И потом вернуться обратно. У нас есть там сцены, где просто такой Вася, который матерится. Самый страшный матершинник Вася. Он вообще пекарь. Как он там месит это тесто. Он таким... Это тоже очень красиво. Но там было много всяких смешных моментов. Но посчитали, что это немножко к делу не относится. Ну да, то есть... И он получился такой немножко производственным. Что, в общем, тоже неплохо. А чем ты еще недовольна в этом фильме? Герои вообще тебя устраивают? Герои отличные. Я их очень люблю. Это круто, на самом деле. Самое главное, наверное, любить своего героя. Ну да, я не понимаю, зачем так было. Все, если ты не любишь героев. И по поводу подводных съемок. Расскажи, пожалуйста, потому что это очень круто. Это очень просто. У нас была... Нет, мы во вторую экспедицию взяли с собой GoPro. Это GoPro, хочешь сказать? Это просто самое обычное GoPro, да. То есть первый раз мы брали GoPro у одних ребят. У них протекал бокс. Мы там заклеивали его каким-то найденным там каким-то куском пластилина. Потом во вторую экспедицию мы брали GoPro у других ребят. И опускали мы это все вообще на штативе от прибора. То есть зачем-то мы туда таскали с собой светительные приборы. Не знаю зачем. Электричества там все равно нет. И мы вообще никогда ничего не снимаем со светом. Это были наши первые такие большие съемки. И мы на всякий случай брали. Вот. И мы просто пускали все на этом штативе от прибора, который потом разъела соленая вода. И мы выпечем в глаза, говорили ребятам из Rental, что так оно и было. Ну, что еще не оставалось сделать. Какие еще сложности были? Потому что, насколько я понимаю, это оторванное такое место достаточно, да? Самая большая сложность была в том, что у нас не было электричества. То есть нам приходилось очень сильно экономить аккумулятор. Нам, потому что директриса этого завода пообещала, что нам будут включать генератор, как нам нужно. И так как генератор там дышал наладом, мужики вообще лишний раз его старались не трогать. И поэтому мы могли заряжать все только тогда, когда у нас... Только тогда, когда они его включали. То есть во время драги. И, соответственно, мы постоянно были в такой вот энергетическом кризисе. А потом мы туда везли, в третью экспедицию, мы везли с собой свой генератор маленький. Но там был... Ну, там на Соловках продается очень плохой бензин, поэтому он у нас регулярно не заводился. Ну, то есть там... Горела свеча, мужики нам как-то спасали эту свечу. Что-то делали такое с этим генератором, с этой свечой. Ну, это была вот та самая большая проблема. И с тех пор я больше всего как раз боюсь того, что у нас опять не будет хватать энергии. Вот сейчас наше следующее кино, которое мы будем делать, там тоже в прекрасных российских ебенях, и там тоже не будет электричества. Но я решила, что я буду требовать много, много аккумуляторов, потому что иначе, ну какой, без вариантов. Вообще, бюджет фильма можно озвучить? Или это какая-то тайна коммерческая? Это не тайна. Но... Я сама не знаю. То есть это там какие-то продюсерские... Это шалось между продюсерами, да? Да. Я не знаю, кто, ну, кто сколько себе взял. Я могу сказать, что мой гонорар от французов, он был всего 500 евро за всё. За режиссуру, за сценаристику. Когда меня в прошлом году узнали другие продюсеры, французские, они сказали, ну, наверное, на которую он получил просто очень мало денег. Наверное, не хотела тебя обмануть, но это так, типа... Ну, да. Ну, как бы, это же такая история. Все примерно, мне кажется, так работают. Хочешь снять кино... И забыть про деньги? Примерно. Ну, всё равно, ну, окей, твой гонорар, это ладно. А экспозиция... Я плачу обязательно своим ребятам. Всегда. Ну, оператору, звукооператору. То есть звук, я так понимаю, звук там тоже очень крутой в этом фильме. Там у вас был постоянный... Нет, там у нас первую экспедицию вообще начали... То есть мы поехали снимать за свои деньги. У нас ещё не было на тот момент... Ну, то есть продюсеры были, но они ещё не получили ничего. И мы поняли, что если мы сейчас не поедем, то мы не поедем никогда. И у меня там был... мне пришли деньги, приз за... С какого-то фестиваля, ну да, что-то там 1070, может быть. Маринка, она тогда работала у учителя. То есть она там получила свой гонорар. И мы поехали снимать за свой счёт. И у нас не было возможности платить ребятам. У меня ещё была сессия. То есть мы даже не могли взять студентов, потому что все были на сессии. Мы взяли какого-то мальчика, который мне убедительно наврал, что он умеет писать звук. Когда мы приехали, оказалось, что звук он писать не умеет. И да. Поэтому первый раз... На петли или просто на рекорды? Вообще нет, ни на что писать. Нет, я имею в виду... Мы писали, нет, мы вообще не используем петли. Только бум. Понятно. То есть он записал вам как-то плохо? Очень плохо. То есть мы даже не взяли ничего. А снимали вы на что? На Марк. На Марк. Соответственно, у вас был ещё какой-то резервный, видимо, микрофончик. Ну, именно камерный, да, как всегда. Угу. Угу. У нас был звукорежиссёр в третью экспедицию, в четвёртую. Вот он был прямо молодец. Жалко, что он ушёл в фотографию. Да, интересный поворот. Ну, вот по поводу звукорежиссёра, да? То есть как вы справляетесь, если его нет? Ты как-то сама, наверное, да? Ну, я сама пишу, да. Но я решила, что я больше не буду справляться. Это невозможно. Я не могу, мне не хватает, меня не хватает. Если я хочу хороший звук, а я хочу хороший звук. Я не хочу его писать на петли, а я не хочу писать на петли. Мне нравится, когда записано на бум, если это хорошо записано. Опять же, просто на петли мы не пишем, потому что слишком много нужно петель, слишком мало электричества. Вот. Это очень такая вечная вилка. Ну и звук мне, правда, не нравится, когда берётся только с петлей. Возможно, в этом фильме, который мы сейчас будем снимать, повесим петлю на главного героя, потому что у нас тут есть персонаж. Один какой-то главный. Ну, да. Это фильм «Которые олени не горят» или другой? Да, олени не горят. Слушай, крутое название. Насколько, как тебе кажется, важно придумать для фильма крутое название? Мне кажется, это очень важно. Я вообще поняла, что я придумываю, что, наверное, моя... Открываешь, условно говоря, вот список... Ну, откуда я узнала про этот фильм? Питчинг дебютантов какого-то там 17-го, что ли, 18-го года. Смотришь список фильмов, смотришь, смотришь... О! Вот, понимаешь? И... Давай, да, поговорим, насколько это... Ну, мне кажется, это важно. Как ты думала, насколько это важно? Ну, мне кажется, это важно. Это, правда, важно, потому что... Ну, очень часто... Я тоже открою... Я часто читаю вот это. Вот я открываю, и там, когда я вижу какое-нибудь название, там, Святой полк или ещё что-то, мне сразу становится уныло, и я в жизни не пойду. Ну, то есть я, может быть, пойду, если у него не будет другого варианта. Ну, или аннотация будет прекрасная. Но... Правда, чем унылее название, тем меньше вариантов, что так кто-то пойдёт. А что, как бы, какая судьба вот этого фильма? То есть вот была тогда защита... Фильм про пожарных, да? Которые спасают леса. Но фильм не совсем про пожары, а про то, что происходит между пожарами. Про то, как они ожидают, да, эти пожары. На питчинге дебютантов, я так понимаю, что тебя немножко покритиковали как-то, и ничего... не дали. Или что-то... Не дали. Не дали. Но это я, в общем-то, ничего другого не ожидаю от государственных причингов. Российских государственных причингов. То есть нет шансов, если нет каких-то связей там что-то получить. Или если он не соответствует запросу официальному. Героизм, патриотизм, вот это всё. Спорт, война. Ну просто... Кто же там получил-то? Команда слепых людей. Да, ну это классная тема. Говорят, кино отличное получилось. Я её ещё не видела. Ну вот не совсем патриотизм вроде. Нет, почему? Спорт, он... А, да. Спорт. Я поняла, да, в каком контексте. Тем более слепые люди, это же вообще... Угу. Угу. То есть у тебя были не инвалиды, не какие-то патриоты? Да, и возможно, если бы у меня не героически все как раз в пламя, то всё бы получилось. Но в пламя они у меня героически не ходят. Угу. Они вообще потому, что в принципе не ходят героически в пламя. Это не так происходит, как в кино, как в американских фильмах. Ну, насколько я помню, тебя там критиковали за то, что у тебя нет каких-то ярких героев. Да, и это тоже... Я опять же не считаю, что фильм обязательно должен быть главный герой. Какой-то такой пассионарный товарищ, который там порвет на себе рвашку и спасает. Да, конечно. Но нет, в принципе, есть куча фильмов. У меня, по-моему, референсы были фильмов, в которых нет просто героя в принципе. Там нет. Ну, вот такие фильмы. Их много. Я не считаю, что... Ну, при этом у меня будут какие-то... У меня будут персонажи, за которыми я буду наблюдать. То есть у меня вот встретился чудесный мальчик, когда мы ездили в этом году снимать тизер. Да, я нашла французского продюсера, который нашел денег на то, чтобы снять тизер. Ну, то есть не то, что мы не ехали как бы снимать, как обычно, за свои деньги. Мы поехали. У нас было... У нас был Canon C200. Ну, то есть прям как большие. Мы снимали в 4К. Круто-круто. Да. И вот. И мы там нашли мальчика, который сам собирается... То есть он сейчас учится на летчик-наблюдателя. И у него была какая-то маленькая экшн-камера, на которой он сам там снимал какие-то видео. И я решила, что вот оно. Это то, что мне было важно. Чтобы у нас был другой взгляд как бы изнутри. Потому что, опять же, мужики, они многое не дают снимать. Ну, они, конечно, дадут, когда мы проведем достаточное количество времени с ними. Но пока это... Ну, в общем, мужиков вот таких, наверное, их сложнее раскрывать, да, чем... Ну, вообще тебе мужиков сложнее раскрывать, чем женщин в кино? Нет, у меня... В кино. И как ты вообще подход к героям находишь? Я включаю дурочку. Я не делаю этого специально. И она включается у меня автоматически. И это... Что это значит? Люди любят убогоньких. Люди любят, когда их слушают. И я... У меня включается... Правда, на автомате вот такое... Да ладно! А он чё? А вы чё? Ужас какой! Да-да-да! Это правительство! Ой! Я потом слушаю, когда... Себя... Я просто... Мне очень стыдно. Я прям чувствую дискомфорт, потому что это не я. Но... Это работает. И... Я не то, чтобы специально не снимаю женщин. Вообще, конечно, так получилось, что... У меня всё время сезонная история. Ну, то есть реально сезонная история. Каждый раз это сезонная история. Дебаркадра у меня сезонная история. Собиратель у меня сезонный. Сейчас моя оленя тоже сезонная история, потому что они работают только летом. И там есть мужики. Ну, это не потому, что мне не нравятся женщины. Просто что поделаешь, если в пожарных работают мужики, а женщины не пускают. Короче, случайность. Да, так совпадает. Почему всё-таки олени не горят? Ну, мне, во-первых, классное название. Ну, это мы же выяснили. Так. Ну, просто в первый раз, когда мы туда вообще пришли, мы с Маринкой ехали опять же искать совершенно другую тему. То есть у нас просто тоже было немножко денег, буквально на 20 тысяч. Мы поехали в Лавозеро искать тему для фильма. Ну, там у нас была возможность, ну, как бы, вероятность получить денег от финнов. В общем, всё, всё как всегда отпалилось. И мы ходили в Лавозеро и искали интересные темы. Мы приходили и говорили, у вас есть интересные люди. Все нам, конечно, подсовывали всяких там певиц горлового пения, каких-то там резчиков по дереву, по костину. Ну, всё то, что вообще нам ни разу не уперлось. И объяснить, что нам нужны какие-то другие люди, мы не могли. Мы говорили, хорошо. Тогда не... Ну, то есть мы поняли потом, что надо объяснять не интересные, а странные. Ну, и тоже из странных людей там только местный алкоголик сам Юра. И уже в последний день нам нужно было уезжать. И мы поехали... Мы пошли снимать, как ребята из оленеводческого колледжа, где учат на оленеводов, сдают экзамен по вождению трактора. Экзамен по вождению трактора сдают на поле рядом с силостной ямой. Ну, так вот мы живем. Мы пришли, как всегда, ну, смотрим, ну, трактор, ну, силостные ямы, ребята никакие. Вообще большая часть это мужики, которым просто нужны корочки. И там вот что-то виднеется такое за деревьями. Я без особой надежды говорю, это что? Они говорят, а это у нас лесные пожарные. И тут я понимаю, что, ну, в общем-то, это шанс сбегать и посмотреть, что происходит. Они говорят, только у них сейчас обед. И после обеда мы приходим туда, и опять же такая смотрю, и говорю, вот, это кино. И вот в эту первую встречу мы начали разговаривать с летчиком-наблюдателем, он же их начальник. И он сказал, что... Ну, я задавала, опять же, какие-то дурацкие вопросы. Я говорю, а олени-то горят у вас? Говорит, нет, олени уже давно не горят, а вот люди, типа, каждый год. Ну, собственно, и все. А фишка еще в том, что... Ну, это такая моя внутренняя фишка, я о ней не говорю, я не думаю, что я буду это показывать, что олени, которые не горят каждый год, их летом, их зимой, это же команда, практически вся бригада работает на забой оленей. То есть летом они их спасают, зимой они их забегают. Ну, вот так. Хотела еще спросить, вот, про что фильм «Помирание» и про что фильм «Собиратели морской травы»? «Помирание»? Так, я не люблю эти вопросы. Не помнишь? Я просто не люблю, ну, то есть... Ну, ты когда вот садишься, там, планировать съемки или уже монтаж, ты для себя это не определяешь? Нет, я определяю, конечно, но я не люблю об этом говорить. Не любишь озвучивать? То есть, чтобы каждый и сам как-то, да, понял о чем? Потому что, во-первых, еще очень много моих внутренних каких-то личных таких штук, которые мне, может быть, не хотелось бы... Да, здесь я не вижу смысла их озвучивать, поскольку это очень интимные вещи, и они не очевидны для окружающих совершенно. Потому что без этих личных каких-то зацепок, то начинать-то незачем. Ну, по большому счету, все эти места, точнее все эти фильмы, они для меня про... Есть у них одна объединяющая штука, вообще, правда, вот уже все эти фильмы, про время, которое течет по-другому. Про неоднородность времени, про его возврат обратно и... То есть, как заводь, в которой вода кружится, 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 хотя мимо течет река. Угу. Ну, вот так. Тема, которая тебя волнует? Да. Одна из тем. Угу. Так. Очень интересная еще тема. Ты же была отборщиком, да, посланник-человек. Ну, не очень долго, да, она была. Я... Все равно такой... Национальный конкурс. Угу. Вот, давай так. Какой бы фильм, ты бы вообще никогда не села на фестиваль? Ну, есть какие-то корритерии? Ну, что значит плохой фильм? О-о-о-о. Нет, как бы нам сейчас выйти? Куда бы нам нужно? А... Банальный, плохо снятый. А... Нечестный. Я... Госзаказ. Ну, вот это все нет. Ну, а какой-то критерий именно у этого фестиваля был? То есть... У этого... Слушай... Ну, например, Флортиана берет, например, фильмы, снятые методом Флорти. А послание к человеку, вот какая у него... Тогда у него была вообще довольно странная... Странная какая-то такая внутренняя штука. Ну, то есть было важно как раз вот это вот гуманистическое послание к человеку. То есть не должно было какие-то вообще человеческие ценности затрагивать в фильме. Но при этом все равно была, конечно, как везде такая штука. Ну, давайте мы возьмем этот фильм. Потому что это фильм хорошего режиссера, когда-то хорошего. Он уже 20 лет ничего не снимал и тут снял. Ну, это же слабое кино. Ну, нам все равно нужно чем-то заполнить программу. Ну, тогда еще... Ну, не было вот этой... Как ты вообще попала в эту команду? Да. Довольно просто. У меня мастера, в общем-то, мастер был генеральным. Михаил Николаевич Николаевич Николаевич. Генеральным продюсером или кем? Директором. Директором фестиваля. Ну, собственно, его отцом-основателем. Понятно. Просто там в связи с именем учителя там обычно... Ну, учитель пришел после. Там было вообще много всего с этим фестивалем, но это уже очень старый фестиваль. И как тебе нравилось быть отборщиком? Да, мне нравилось. Сколько обычно фильмов приходило? Ну, в национальном конкурсе было фильмов 300-400. Ты отсматривала? Я отсматривала все, да. А с точки зрения качества и твоих каких-то внутренних ощущений, что это были за фильмы? 10% можно было смотреть. Да. Были какие-то прекрасные люди, которые снимали бесконечные какие-нибудь хоум-видео из поездок в Турцию, читали свои стихи. На фоне присылали это там три года подряд. Потому что никак не могли поверить, ну как это? Почему это не берут? Это же так чудесно. Все, вокруг, говорят, что это чудесно. А не берут и не берут. Ну, как-то... Таких было немного, но были. Это было очень смешно. А вообще какие тенденции сейчас... Ну, не сейчас, наверное, когда-то... Ой, это же было тысячу лет назад. Ну, в любом случае, ты сейчас много смотришь, наверное, кино документального. Да. Вот. На твой взгляд, какие сейчас тенденции в мировом кино? Отход от вот этой вот... От наблюдения в пользу какой-то формы? Или репортажности? Отход от репортажности в пользу формы? Да, мне кажется, что сейчас как раз начался возврат к поиску киноязыка. Ну, то есть в какой-то момент все устали от этой сделанности. И вот как раз там... Разбежкина с ее горизонтальным кино и это все было... Тебе вообще нравится эта идея горизонтального кино? Нет, наверное, я все-таки слишком литературоцентрична и... Скажем так, мне нравится форма, когда... Ну, когда за этой формой, ну, вдруг... Это такая тоже обманка, когда ты думаешь, что сейчас у тебя будет вот это, Но происходит совсем по-другому. Как-то так. Ну, например... В каком-то фильме можешь привести пример? Сейчас подумаю... Что из последнего меня так тронуло. Вот два фильма, которые мне очень понравились за последнее время. Это... Как раз тоже на послании были осенью. Это Ветер документальный триллер и... Господи... Страна меда... Медовая страна... Фанни Лайнд. Да, да, да. Ага. То есть, да, ты сначала ожидаешь, что у тебя будет... Просто... Какий-то набор наблюдений за обычной жизнью, но в итоге... Это же круче, чем... Игровое кино. Ну, то есть, это выглядит так, как будто бы другие прописаны, но нет. Ну, некоторые же думают, что Страна меда – это постановочный фильм. Да. Ну, вот я про это и говорю, что... Ты думаешь, что нет? Нет. Я уверена, что нет. Ну, то есть, я знаю, конечно, там есть какие-то допущения. Ну, как вот... То, что они просили ее иногда надевать эту желтую рубашку, в которой они увидели первый раз. Каких-то важных моментов. Но я не думаю, что у нее так много этих самых рубашек, чтобы уж там... Они занимались выбором. Ну, я смотрела интервью с создателями. Они говорят, что там один есть постановочный эпизод, когда вот приезжает эта семья, они не успели это снять. И они, видимо, попросили их приехать еще раз и посняли, как героини, собственно, ну, смотрят на этот приезд. А у нас они вроде такого не говорили. Ну, ладно. Ну, на Ютубе есть интервью. А, ну, возможно... Да. Поэтому, да. Один постановочный эпизод есть, но мне кажется, это не умаляет никогда стоить. Да. Этого фильма... Хотя я не люблю такие штуки. Ну, то есть я их сама просто не использую. Но не люблю. То есть какие-то реконструкции не снимаешь никогда? Даже если не успела что-то снять? Нет, не успела. Ну, значит, мой косяк. Значит, так было нужно. Или, наоборот, не нужно. О, нет. Еще рада. Угу. Угу. И даже вот этого... Вот это вот... А теперь пройдите, пожалуйста, еще раз здесь. Но он уже пойдет совсем по-другому. Это не работает. Это будет видно. Угу. А поработала бы еще сейчас отборщиком фестиваля, если бы предложили какого-то документального? Я не знаю. Честно. Я не уверена. Возможно. У меня чертовски мало времени. И очень мало времени на свои проекты. А не трену. То есть это на самом деле требует много сил. Просто на то, чтобы, опять же, как раз на поиски этого финансирования. И, наверное, страшно потеряться. О чем ты занимаешься между съемками и поиском моих проектов каких-то? Я делаю кукол для театра. Круто. То есть это твоя вторая профессия, получается? Ну, да. Вроде того. А ты как-то училась этому? Нет. Я поступила на технолога, художника-технолога театра кукол. Я проучилась два года. О, не два года, что ли. Два месяца. Поняла, что это тоже профанация. Да еще это второе выше. Было дорого. Вместо этого я поехала в Москву. В Московский театр кукол. И попросилась у них работать бутафорами. Пришла и спала. Я ничего не умею, но я очень хочу. Меня взяли. Я считаю, что институт подмастерья в данном случае гораздо лучше, чем вот это вот опять же пять лет учиться бог весть чему. Собственно, так что всему я научилась, в общем-то, сама. То есть ты делаешь кукол для театра сейчас для какого-то питерского, да? Ну, нет, не только для питерского. Сейчас мы будем делать с другом и делаем, будем делать кукол для Смоленского театра кукол, который там просто будет ставить такой прекрасный Александр Алексеевич. И до этого вот я недавно вернулась с Сахалиной. Мы там делали спектакль. Я была как художник-постановщик и педофор. Это как-то позволяет зарабатывать на жизнь, да? То есть это то, чем ты, собственно, зарабатываешь. Ну да, там тоже, конечно, не очень большие деньги. Но так как у меня нет никаких амбиций в этом отношении, мне это дается гораздо проще. То есть я вообще не переживаю. Для меня это просто работает. Ну да, она приятная. То есть может ли быть такое, что ты, например, вообще уйдешь из кино и будешь... То есть из кино, из документального? Тимофе первоочередное, да. Просто на самом деле это проблема. Вот я у всех спрашиваю, да, ну нельзя же зарабатывать документальным кино у нас в стране? То есть это же не профессия твоя? Там как-то между этими поисками денег можно... На кино ты должен что-то как-то кушать, как-то жить. Вот. Ну пока я не собираюсь уходить. Я каждый раз, когда я заканчиваю фильм, вот я, так говоря, опять закончила и кричала, что я больше никогда не буду снимать кино, но я это делаю каждый раз. Поэтому... А что за фильм ты закончила? Дебаркадеры. Не было еще премьеры? Нет, еще не было. Ну, планируется где-то, да, наверное? Ну вот сейчас предполагается, что в Линдок будет заниматься какой-то фестивальной рассылкой. Я не знаю, они... Меня очень торопили, чтобы я уже сдала, как бы, финальную версию. Я сдала финальную версию, теперь они не очень доробятся рассылать. Теперь я их тыкаю палочкой. Я говорю, ну чё? Чё, вы отправили куда-нибудь? Куда-нибудь вообще, чтобы что-нибудь делать? Они такие... Да-да-да. Про что кино? Про дебаркадеры? Ну, подробнее. А ты знаешь, что такое дебаркадер? На Волге... Господи, на речке. Да. Не знаю, как описать. Плавучий пристань. Да, конструкция некая. Да. Только казалось, очень много не знает, что это такое. Я, кажется, на Волге просто из Нижнего Новгорода, поэтому... Мне сразу образ. Так, давай. Угу. Ну, вот мы снимали под Казани. Как раз такой дебаркадер. Точно? На Волге, да? Один дебаркадер, и там, собственно, люди, которые... И всё, что происходит на и вокруг. Угу. Разгрузка грузов там, да? Ну, там нет разгрузки грузов, там просто пассажирские. Пассажирские. Ага. Просто люди. Много разных людей. Вообще, конечно, я думала, что... Ну, это фильм наблюдения. Да. Ну, как всегда. Без героев. То есть герой дебаркадер. Угу. И... И, в общем-то, я не предполагала, но это получился фильм про любовь. Да нет, где-то я поняла, где-то в середине съёмок я поняла, что, кажется, это получается кино про любовь. Так оно и вышло. То есть появились какие-то герои, которые, да? Или... И лет героев у меня опять же не появилось, просто всё как-то... По ощущениям. Угу. Всё к тому шло. А... Тоже с французами снимала? Нет, это снимала только с Линдоком. Ну, то есть... Финансирование Минкульта. А, Минкульт. Так. А особенности работы с Минкультом? Надо, наверное, говорить об особенностях работы с русскими студиями и продюсерами. Ну, господи, да все же мы это знаем. Чего про это рассказывают? Подаётся заявка, забирается часть денег. Если повезло треть, если не повезло половина, если совсем не повезло две трети. Печально. Вот у тебя есть деньги, как хочешь, так и крутись. Я была без зарплаты в этом проекте. Я туда вкладывала потом свои деньги, там, на то, чтобы сделать DCP, перевод, цветкорм. Ну, то есть цветкорм мне делали по знакомству, бесплатно. Звук. Ну, у нас девочка делала две версии. Ну, то есть, как обычно, все же... Опять же, все знают эту историю, все быстренько задают версию в Минкульт какую-то. Черновую. Какую-то условно-смотребельную. Главное, чтобы там технически не было никаких подвохов. И потом ты уже спокойно доделаешь свою нормальную версию фильма. Если у тебя есть силы, деньги какие-то. Ну, вот у меня было очень мало сил, я его как-то мучительно закончила. Но, в общем, получилось неплохо, мне кажется. Вообще-то очень сложно говорить, потому что я уже его смотрю, и увиделась тут, потому что я до сих пор пока не отошла от него. Ну, у тебя есть такое, что ты, например, всегда недовольна своими фильмами? Конечно. А почему? По-разному? Потому что всегда можно сделать лучше. Ну, это как-то критично. То есть, ты себя прям занимаешь самоедством и говоришь... Да нет, не то, чтобы занимаюсь самоедством. Я работаю с психоаналитиками, мне стало попроще. Правда? Да. Просто... Ну, правда, я так вот... Мне кажется, многие из нас выросли в том, что мог бы еще поднапрячься, но типа упал и отжался. Потом в какой-то момент я поняла, что я упал и отжался максимально, который могла вот в данный момент, вот именно в этот момент я сделала максимум. Потом, конечно, проходит время, я думаю, ну, можно же было бы там еще немножко. Потом понимаю, ну, какое еще немножко? Ну, я уже тут вообще была на грани нервного срыва и... Ну, как-то так. И мне стало попроще. А ты сама никогда не снимаешь всегда с оператором? Да. Принципиально или просто... Принципиально. Ты считаешь, что у тебя не получится так снять? Ну, я считаю, что... Во-первых, да. Во-вторых, я считаю, что каждый должен делать то, что он умеет, то, для чего его заточили. На что его заточили. У меня не... Я не могу смотреть одновременно по сторонам, думать об этом, обо всем. И еще снимать. Нет. Спасибо. У меня для этого есть вот Маринка. Она идеальна. Она мои глаза. Мы видим абсолютно одинаковые вещи. Ну, то есть, мы одинаково смотрим на эту жизнь. И это очень странно, потому что нам нравятся вообще категорически разные вещи. Абсолютно разные вещи. Мы очень не похожи по-человечески. Но... Недавно я выкладывала... Недавно я пыталась выложить что-то в Инстаграм. И я выложила фотографию. Мне говорят, что это за фотография. А я не помню, что это за фотография. Оказалось, что это Маринкина фотография, которую она мне как-то вот так вот сняла и прислала. То есть, я бы не опознала ее. Потому что, ну вот, я сама так снимаю. И Маринка тоже самое. А до этого мне буквально за несколько дней Маринка написала, что говорит, как здорово, что я понимаю про что ты снимаешь свои сторис. Я говорю, в смысле? Ну, я тоже, говорю, очень просто. Мне кажется, все очевидно. Она говорит, нет. Говорит, вот-во, ни черта не понимает, но это ее муж. Про что ты снимаешь? Говорит, а я все понимаю, что вот здесь ты это снимала, потому что это рожение. Вот здесь, потому что смешной человечек. Вот здесь вот потому-то, потому-то. А у тебя какой-то прикольный Инстаграм, да? Да я не сказала бы, что прикольные. Просто обычные. Ну, ты там выкладываешь какие-то снятые наблюдения, да? Да, ну, я люблю сторис. Такие вот просто маленькие нелепые какие-то ситуации, чаще всего это видео. Потому что я их не стала бы никогда выкладывать в ленту, но как что-то, что через 24 часа пропадёт, мне очень нравится. Ты не сохраняешь? Иногда сохраняю. Вообще у меня есть. Я учащим в дом, но очень много снимаю в метро. Ну, не очень много, достаточно много. И всё время думаю, что когда-нибудь надо будет смонтировать из этого что-нибудь, но сильно подозреваю, что это ещё будет не очень нескоро, потому что монтировать я ненавижу. И вообще договорилась с Маринкой, что если со мной что-то случится, что я ей завещаю всё своё видео, а она из него потом что-нибудь смонтирует. Почему монтировать не думаешь? Ну, мне это не приносит радости, удовольствия. Я мучаюсь. Ну, это скучно. А снимать весело. А снимать весело. Немонтировать ужасно скучно. Когда кино рождается на монтаже, то есть иногда бывает снимешь что-то, и потом склеишь что-то с чем-то, и это круто, по-моему. Что было бы классно, что классно. Ну, опять же, нужно работать с режиссёром монтажа. Ну, у тебя вот была возможность такая, когда были... Нет, конечно же, деньги. Нет. Ну, то есть мне дали девочку монтажёра. Французскую. Французскую. Ну, то есть её дали мне только потому, что... Французские деньги. Да, во-первых, французские деньги, во-вторых, она говорила по-русски, можно было сэкономить на переводе. А она не была режиссёром монтажа. Ну, то есть по факту она просто... Клеила. Ну, я могла бы... То есть точно так же, как клеила бы я, только, может быть, чуть быстрее. Так, можно свернуть. Вот. И я мечтаю поработать режиссёром монтажа. Это прям моя голубая мечта, чтобы вот я отдала весь этот... Вот это всё. Мы бы поговорили о том, что я хочу. И дальше, ну, больше вот эту страшную черновую работу. То есть, да, ещё это просто очень часто доказывается неподъёмно. Ну, то есть ты только закончил съёмку. Опять же, вот в наших реалиях, когда это происходит, когда ты закончил съёмку, у тебя нет возможности даже отойти от этого материала, от страниц, чтобы как-то это пережить, переварить. Тебе говорят, так, нужно срочно сдавать в Минкульт. И ты садишься, и ты садишься, это только-только закончил, ты садишься осматривать, там, я не знаю, 60 часов видео. Ты осматриваешь 60 часов видео, ты уже вообще ничего не понимаешь. Ну, там, ты, понятно, какой-то шлак совсем выбрал. Потом ты, ну, как бы... У тебя нет возможности передохнуть. Это очень сильно выматывает. И ты не видишь уже, что хорошо, что плохо, что вообще происходит. Ты просто помнишь, какой мукой тебе дался вот этот кадр, там. Или вот здесь у тебя практически оператору сломали руки за вот это вот всё. Как ты можешь его выбросить? Не можешь. А режиссёр монтажа, ему вообще всё равно. Он и сидит, говорит, нет, не работает. Убираем. Это же классно. Ну, короче, сложно убирать что-то, да? Сложно отказываться сложно. А еще хотела спросить, у тебя же был опыт преподавания документального кино. Как оно? Ну, отлично. Я получила массу удовольствия. Вообще-то я мечтаю о том, чтобы... Как мечтала? Я думала, что когда я стану старенькой... Ты будешь как Разбежкина. Да. Ну, не как Разбежкина. Ну, ладно, я буду как Разбежкина. Хорошо. Я буду называть всех мои котятки, учить плохому. Ну, в смысле, хорошему. Говорить что-нибудь. Никакого зума выкинуть его немедленно. Придумать свои правила. Это нельзя, то нельзя, да? Ну, я не знаю. Я не думаю, что я буду придумывать свои правила. Я думаю, что я просто... Говорить, что мне кажется хорошо. Можно мы туда не пойдем. Да. Что хорошо, что плохо. Ну, когда я была на летней школе, я как раз говорила, что мне кажется, что можно все. Ты вообще себя... Такой банальный вопрос к счастливому человеку считаешь? Да, конечно. Ну, то есть, делаешь то, что ты хочешь. Большую часть времени я чувствую себя счастливым человеком. Иногда очень сильно задолбавшимся человеком, но тем не менее счастливым. А чего не хватает? Есть, например... Знаешь, я как спрошу? Есть чего-то, от чего ты прямо встала в документальном кино? Прям, ну, что тебя задолбывает? Да, это же просто... Ну, это очевидно. Это отсутствие вот этой возможности снимать. Очень сильно задолбывает. Вот очень сильно мучает и выматывает. Это вот вся эта история с поиском, с подготовкой. В результате, когда дело доходит до съемок, у меня уже обычно нет сил, я уже вымотанная, я уже выгоревшая. Потому что вся эта организация съемок, она опять же ложится на мои плечи. То есть, со всеми... Я ненавижу говорить по телефону, я просто люто ненавижу говорить по телефону. Но тем не менее, когда ты готовишься к съемкам, мне приходится звонить. Мне приходится звонить, разговаривать, договариваться. Вообще, конечно, было бы здорово, если бы это делал продюсер или, там, директор картины, но нет. Это все равно тоже все тащится на мне. Поэтому какие-то уже на местах у меня обычно с Маринкой разделение, ну, какими-то неважными, необязательными разговорами занимается она. Например, поэтому у нее в телефоне очень много такси. Такси Верхний Услон, такси Казань, такси Светлечок, такси Архангельск, машина Архангельск, ну, что-нибудь, что-нибудь такое. Или какие-то непонятные люди, которые, да, и Маринка берет телефоны у каких-нибудь непонятных людей, которые непеременно хотят их дать за чем-нибудь, ну, с тем, чтобы иметь к нам какой-то доступ. Я их не даю, обычно. Правда, очень сильно от этого устаешь. А есть какой-то фильм, который ты хотела бы снять? У меня есть кладбище, ну, то есть, мне кажется, мы все такие кладбища проектов. У меня есть два фильма, которые мы начинали, ну, как, ну, да, можно сказать, начинали, но не закончили, которые меня до сих пор мучают. Первое, это мы начинали когда-то снимать про голубеводов в Питере. Голубеводов, которые голубей разводят. Ну, там, так как мы начинали опять это все снимать за свои деньги, у Маринки двое детей, муж, и живет она в Пушкине, ну, в общем, у нас все это как-то ничем не закончилось. А потом у меня еще просто два героя умерли в процессе, потому что они все старенькие, они реально очень старенькие. Люди, там, самым молодому, 50 лет, они его называют пацан. И они все уходят, и такая уходящая натура, что это тоже моя боль. Я все думаю, что надо как-то сейчас взяться, переработать, ну, то есть, соответственно, пересмотреть, так как двух героев уже нет. Пересмотреть все это, может быть, заново что-то написать. И еще один фильм у нас на Уделке есть чудесный дедушка, чудесно танцующий дедушка Александр. И мы тоже начинали его снимать, но тоже пока никак это никуда не пошло. Еще бы я хотела снять какое-нибудь кино про женщин. Но пока не знаю какое. Ну, то есть, такое, вот это просто совершенно абстрактное. Я бы хотела снять кино про женщин. Но не про феминизм или еще что-то такое. Не, вот без этого всего. Наверное, чтобы они были такие же, как мои мужики. И чтобы я просто нашла, и они какие-то прекрасно занимались чем-нибудь. Чем-нибудь занимались. Чем-нибудь необычным, наверное. Странно. В идеале, да. Мечта? Я хочу найти продюсера. Вот моя мечта. Я реально очень хочу, чтобы мне был хороший продюсер. И у меня была возможность снимать кино, не отвлекаясь ни на что больше. Вот она мечта. То есть, найти продюсера, который бы тебя понимал. Да. Не русского. Почему? Ну... Ну... Ну, вот так лучше будет. Окей. Ладно, я думаю, будем заканчивать. Ага. Пойдем. Пока солнышко не ушло. Да, что-то с погодой. Так прям грузло. С погодой у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...